С 27 июня по 10 июля на нескольких улицах Самары отключат горячую воду. Это связано с ремонтом теплосетей. Без горячей воды останутся жители и организации в границах улиц Пугачевский, тракт улицы Егорова, Долотный переулок, улица Хасановская, гаражный проезд, Саратовский переулок. Сегодня отмечается день кинологических подразделений МВД России. Какие собаки подходят для службы в полиции? Как они помогают правоохранителям? Расскажем в программе события на телеканале Самары ГИС. Самарская команда «Крылья Советов» начнет новый сезон домашним матчем с «Зенитом». Встреча пройдет в период с 19 по 22 июля. Следующая игра с Ростовом. В августе запланирована встреча со «Спартаком», «Факелом» и «Динамо». В Москве два человека погибли во время урагана. 37 пострадали, трое из них в тяжелом состоянии. Накануне на столицу Подмосковья обрушился циклон «Эдгар». Он сопровождался грозой, градом и смерчем. В 2025 году индексация пенсии пройдет по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. Одинаковым будет размер прибавки при равном стаже, а включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности. С 2025 года индексация пенсии будет осуществляться дважды – с 1 февраля и с 1 апреля. Мошенники начали притворяться сотрудниками почты. Они сообщают жертвам о доставке посылки из-за рубежа, за которую нужно заплатить таможенный сбор. Если человек отказывается, то должен назвать код из СМС. Так преступники получают доступ к онлайн-банку или к госуслугам. Эксперты рассказали, как реагировать на хамство. Ответ должен быть обдуманным и сдержанным. В некоторых случаях – игнорирование лучший способ. Это может показать, что вы не принимаете во внимание негативное поведение, поскольку главная задача хама – получить ответные эмоции.